Россия – та страна, которая пережила большие перемены в развитии военно-морского флота. Быстрый старт, уверенные позиции, большие открытия, которые совершали наши моряки за прошедшие 20 лет – все это сменилось практически развалом военно-морского флота. Что такое флот? Флот – это не зря говорят, это вторая рука государства. Первая – это армия и флот. Других друзей у нас, как показала практика, социальной жизни у нас нет. Поэтому в условиях, в которых мы оказались, мы оказались в условиях информационного воздействия и, к сожалению, предательства определенных партийных руководителей. Сейчас об этом открыто говорят. Сейчас позиции России вновь восстановлены. Страна является одним из крупнейших в мире производителей ракет военного и гражданского назначения, в том числе предназначенных для вооружения военных кораблей. Кроме того, на территории Российской Федерации действует более 150 судостроительных предприятий, на которых в разное время были созданы самые большие в мире подводная лодка и ледокол. А также самая быстрая подводная лодка, способная развивать скорость свыше 82 км в час. За дороговизну создания она была прозвана «золотой рыбкой». Надводные корабли России также имеют большую историю. Знаменитый крейсер Михаил Кутузов на протяжении десятилетий служил нашей стране и выполнял боевые задачи. В том числе и Вячеслав Раков, который в день образования в МФ сейчас делился с нами воспоминаниями, будучи еще курсантом, в 1970 году также являлся участником боевых действий, находясь на этом крейсере. Михаил Кутузов прошел от Севастополя до Средиземного моря под командованием командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Сысоева, уроженца Рязанской области. И уже в Средиземном море развернулось настоящее тактическое сражение. Крейсер находился в составе отряда боевых кораблей в зоне боевых действий Сирийской Арабской Республики и Арабской Республики Египет. Я наблюдал следующую картину. Крейсер выполнял многократно различные артиллерийские стрельбы в восточной части Средиземного моря. Удивило меня и поразило то, что перед стрельбой, а стрельба главным калибром сотрясала весь крейсер, так, что перед стрельбой курсанты и моряки, которые находились на военной службе на крейсере, снимали плафоны. То есть вибрация очень была большая. Но дальность стрельбы по тем временам считалась достаточно эффективной, большой. Это порядка 20 километров. Несмотря на то, что Рязань сухопутный город, наш регион прославлен подвигами военных моряков. Кто-то из них родился на Рязанской земле, другие приехали сюда уже после службы. А многих из них можно узнать в Музее молодежного движения, где силами ветеранов и работников учреждения создан зал военно-морской славы. Кроме того, во многих школах развиваются музеи, посвященные этой тематике. И зачастую в преддверии праздников все интересующиеся военно-морским флотом обмениваются новой информацией о современных моряках и об истории ВМФ. Ко дню военно-морского флота у нас традиционно 20 октября проходит встреча и с моряками, ветеранами военно-морского флота. И, конечно, всегда присутствуют школьники, которые очень серьезно работают в своих музеях. И вот в этот раз очень интересные доклады, сообщения мы их заслушали. Потому что нужно отдать должное руководителям этих музеев, то есть педагогам, которые действительно проводят самую настоящую поисковую работу. Открывают новые имена, открывают какие-то новые факты, которые совершенно бесценны для нашей местной истории. Ветераны военно-морского флота со своей стороны активно участвуют в поддержании интереса к истории страны у молодого поколения, тем самым вырабатывая у школьников патриотизм. Ветераны ВМФ сотрудничают со школами, проводят лекции, интерактивные беседы, отвечают на все вопросы учеников, тем самым стараясь добиться их правильного воспитания и желания идти к своим целям, показывая, что Россия – великая страна, для граждан которой нет ничего невозможного. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова